всем привет хочу с вами поделиться как омолаживать орхидеи несмотря на то что у них есть цветоносы что на одном что на втором я покажу какой из них я выбираю для омоложения вот этот вот эти основной орхидейки очень длинные стволы уже у них что одной что у 2 очень длинные основания вот почему но я выбираю одну всего лишь для омоложения это вот эту орхидейку почему я сделал этот выбор потому что у нее основание уже очень длинные корни вот они уже притутся и не помещаются в горшок и в горшке очень много уже корней но почему я выбрала именно эту и буду я делить ее покажу где потому что у нее от самого основания уже там где большая но как бы ближе к листьям образуются такие вот длинные крышочки молоденькие совсем молоденькие и которые будут способны питать орхидею и дальше а вот поэтому вот эта орхидея от основания видите у нее здесь крышочки ну немного здесь но есть в горшке корни старые корни есть но молодых корней нет поэтому делить я ее не буду я присыпала ее здесь корицей чтобы не было загноение ствола и поэтому я буду дожидаться пока вы здесь вот на этой шейке на этой части начнутся эти корни после того как они подрастут вот как на этом орхидейки вот на 3 4 5 сантиметров чтобы с разных сторон были корешочки тогда я ее омоложу но сейчас этого делать не буду пусть растет наращивать зеленый масс наращивает корневую потом мы это все сделаем здесь мы выбираем место для омоложения почему я не хочу затягивать потому что цветонос растет некоторые скажут что пусть бы рос и все такое не хочу затягивать потому что сделать это будет потом сложнее из-за того что корни орхидеи они опустятся на будет тянуться вниз и потом это сделать без травмы орхидеи не получится без травма молодых корней я этого не хочу допустить дать я этого не хочу допустить поэтому омоложение орхидеи будет делать сейчас и вот в этом вот месте вот я и нашла место вот видите уже корешочек сломала вот так вот снимается и получаются травмы вот но я все равно это сделала потому что другие корни ножницами это все будет сложнее делать секатор не знаю где где-то поэтому ножницы или секатор обрабатываем обязательно спиртом так вот видите здесь вот корешки получается вот эти вот молодые крышки степь я попозже уже сделала это то пустили вниз и все он как бы у нас корневая остается без хороших корней поэтому а здесь вот получится и старенькие корешочки пойдут и молодые корни пойдут поэтому мы сделаем это сейчас так вот мы омолодили наш кустик остались корешочки здесь очень хорошая корневая система я думаю что с этого пенька мы получим три-четыре детки хороших здоровых и вот наше материнское растение вот получился один корешочек с травмой остальные видите вот и большие корни есть и очень там раз два три четыре четыре неповрежденных и один поврежденный сейчас я то что повредилась то что не повредилась засыплю корицей и оставлю в таком состоянии на неделю для того чтобы орхидея начала расти и начали расти корешочки еще лучше начали за за рубцевалась и наша шейка чтобы она подсушилась хорошо и после только этого мы будем ее сажать уже самостоятельно в горшочек потому что для горшка для дальнейшего роста я думаю что вполне достаточно этих корешочка всем спасибо за внимание и всем пока забыла снять сниму напоследок вот таким образом мы присыпаем все наши пенечки корицей вот так вот